Друзья, всем привет! Сегодня будем с вами говорить и рассматривать, разбираться с печкой фаер-вей-дача. В 22-м году очень многие производители, к сожалению, ушли с рынка. И, возможно, благодаря этому дача стала одной из самых популярных печей. Мы с вами находимся в белорусской деревне. И среди белорусов, среди городского населения, очень популярно вместо садовых товарищей, стала покупать обычные деревенские дома, приводить их в порядок, вот как дом за моей спиной. И стоит задача быстро его нагреть. Можно, конечно, это делать электроконвекторами, но не получится быстро. Они скорее подойдут для поддержания тепла. И поэтому вы ищете для установки хорошие, надежные, недорогие чугунные буржуйки. Сейчас мы с вами заглянем в печку. Для начала я покажу, в каком у нас состоянии после зимы, потому что люди ее несколько часов назад протапливали. Посмотрим на стекло, на залу. Поговорим, конечно, с заказчиками об этой печи. Я расскажу вам немножко о ее устройстве. И, конечно, позадаю заказчикам вопрос, как им с этой печкой живется. Наверняка есть какие-то нюансы, с которыми они мирятся. О них мы тоже, конечно, поговорим. Пойдем. Итак, вот она печка, фаервай дача. Установили мы ее в этом доме осенью. И она уже оттрудилась всю зиму. Поэтому у заказчиков есть представление о том, сколько она на самом деле отапливает. Печка – основной источник отопления в этом доме. Об отоплении мы с вами еще немножко позже поговорим. Фаервей. Что за производитель такой? Уже был он у меня в роликах. Отливаются печки в Китае. Производитель российский. Ну, на самом деле это российский бренд. Но печки полностью отлиты и собраны, и даже покрашены в Китае. Я надеюсь, что у вас нет никаких предубеждений. Потому что бывает, что и европейские производители делают барахло. Бывает, что и китайцы делают прекрасные вещи. Главное – подойти, познакомиться с ними вживую и разобраться. Уже тогда примите для себя решение. Если китайские точно нет, приезжайте. Есть у меня прекрасные европейские печки. Правда, стоят они немножко дороже. Сюда Фаервей выбирался в том числе из-за цены. Потому что на фоне конкурентов эта печка действительно была очень и очень недорогой. Итак, по основным характеристикам. 175 килограмм веса. Это очень здорово. Печка достаточно теплоемкая. Вот ее топили 3 часа назад. Сейчас я держу на ней руку. Но на поверхности примерно около 40 градусов. То есть она еще до конца не остыла. Хотя угли уже погасли. Почему такая масса? Откуда она? Вроде печка небольших габаритов. Дело в том, что она внутри полностью футерована. Опять же чугуном. То есть у нее двойные чугунные стенки. Это здорово. Потому что если вы печку используете как основной источник тепла. И периодически ее перетапливаете. То есть вероятность, что треснет корпус. Эта печка защищена. Я говорю это не просто так. Потому что в этом и в прошлом году у меня появились обращения от людей. Которые ставили печи чугунные. Я не буду сейчас называть производителя, чтобы срач не разводить. В общем несколько лет назад устанавливали печки. Они были одностенные. Лопаются стенки. И сейчас люди ждут деталей для того, чтобы их заменить. Если лопается боковая стенка и печка одностенная. То использовать ее, конечно, в таком положении нельзя. А детали сейчас идут аж несколько месяцев. Для какой-то печи я уже полгода везу деталь. И это караул. В общем, если вы печку используете для отопления. Обязательно посмотрите, чтобы она внутри была чем-то футирована. Или вермикулитом, или двойным чугуном. Но, тем не менее, это важно. Здесь тоже случается, что перетапливают печку. Вот, посмотрите, такие красноватые пятнышки. Это значит, что задвижка была открыта на максимум при большой закладке дров. Ничего страшного. Я не ругаю за этого клиентов. Потому что, если вам холодно, то вы, естественно, топите. Но с этой печкой вы к такому перетопу готовы. Отдельно стоит поговорить про каминный зуб. Это пластина вверху, которая принимает на себя пламя. Через этот зуб, через первый зуб, в печку фаервей дача подается воздух для дожига газов. И видно, что производитель поставил уже позже второй каминный зуб. Потому что, если бы он этого не сделал, то пламя летело бы напрямую. А так, внутри прикручена такая металлическая рассечка, которая удлиняет путь дымовых газов. Немножко задерживает тепло внутри. И уже потом дым выходит в трубу. Печь фаервей дача есть в двух модификациях по виду верхней крышки. Значит, первый вид это вот такая широкая пластина, как здесь. Здесь съемная. Для чего она нужна? Для чего она съемная? Для того, чтобы вы удобно могли почистить от золы. То есть, вы чистите дымоход сверху, падает сажа. И вам не надо там залазить внутрь печи. Вот отсюда сверху есть прекрасный доступ. Есть еще одна модификация, когда вместо вот этой пластины используются два таких кольца, как в плите. И люди иногда ошибочно думают, что когда есть два кружка, то эта печка предназначена для готовки, а вот эта якобы не предназначена. Нет, все в порядке. Вот на этой печке, точно так же, как и на кольцах, вы можете разогревать еду. Но вот такая модификация, на мой взгляд, удобная, потому что через широкую прорезь удобнее обслуживать печку, чем через два вот этих небольших кружочка. На задней стенке печи установлен дополнительный защитный конвекционный экран. У него сразу несколько функций вот такой простой вещи появляется. Во-первых, он создает некоторую конвекцию, то есть, возможно, быстрее чуть-чуть распространяется воздух по помещению. Во-вторых, он снижает температуру на поверхности задней стенки. Мы сейчас разожжем с вами печку и посмотрим на это вот прям вживую, включу тепловизор. Обычно он снижает температуру примерно на 120 градусов. Здесь вы видите конвектор этот задний черного цвета. Но он изначально не черный, оставляет производитель почему-то оцинковку. Выглядит она не очень хорошо, поэтому если смотрит меня производитель, я прошу вас просто на заводе красть эту деталь, это не сложно, копейки мы все равно потом на объекте это делаем. Ящик для золы. Очень удобно, что для него есть отдельная дверца снизу. Важно дать большое количество воздуха под дрова. И вот этой нижней регулировки для розжига для этого может не хватать. Особенно, напомню, если дрова чуть-чуть сыроватые, что и происходит вот в этом доме регулярно. Тогда можно просто приоткрыть вот эту дверцу и воздух пойдет очень активно, печка будет разгораться очень быстро. Большой, действительно большой ящик для сбора золы. И я открою вам небольшую тайну, что в том числе это был аргумент, потому что заказчики выбирали из нескольких печей. И когда увидели размер зольного ящика для фаер-уэй дачи, то он в общем сыграл свою роль. По регулировкам горения. Их много, их несколько. Сейчас с вами будем разбираться. Это один из нюансов. То есть чем отличается печка бюджетная от печки дорогой. В дорогих печах обычно вся регулировка горения сведена на одну, максимум на две ручки. Здесь несколько зон подачи воздуха, они между собой никак не взаимосвязаны. И поэтому нужно просто приноровиться и разобраться, что открывать и что зачем следует. Итак, первая задвижка находится снизу. Она нужна для розжига. Через 30-40 минут, после того, как печка набрала температуру и огонь горит там активно, нижнюю подачу воздуха вы можете полностью закрывать. Он не нужен. И все горение будет происходить за счет подачи воздуха сверху. Это вторая регулировка. Она находится сверху. Она подает воздух на стекло. Воздух приходит сюда. Чуть-чуть успевает прогреваться. И воздух попадает на стекло. По поводу стекла сразу. Сейчас вернемся к регулировкам. Очень редко здесь его моют. Я привез свои сухие дрова, но вот рядом со мной лежит сосна, елка и вообще все, что нашли на участке. Заказчики особо не выбирают. Тем не менее, стекло чистое. Вот сейчас раза три топили печку. Тут есть такой небольшой белый налет. Но видите, он вытирается буквально пальцем. Я протру. В общем, ничего страшного. Ухаживать за стеклом долго не приходится. То есть, подача воздуха на стекло у Fireway дачи на самом деле рабочая. Есть еще одна регулировка штатная, которая находится в самой печи. Она находится сзади. И эта регулировка должна регулировать дожиг газов. Но на самом деле, как мне кажется, она довольно бесполезная. В этой печи все-таки, так как несколько не связанных между собой отверстий для подачи воздуха, печку нельзя назвать супергерметичной. И поэтому для того, чтобы ее отрегулировать, вам все равно, так или иначе, приходится пользоваться шибером. Шибер на эти печи устанавливать обязательно. И обязательно даже не для регулировки горения, а для того, чтобы когда вы печкой уже не пользуетесь, через вот эти многочисленные отверстия, теплый воздух не вылетал у вас на улицу в трубу. Посмотрите, что на фасаде есть еще одна ручка. Она нужна для того, чтобы стряхивать пепел. Но даже со слов заказчика, эта ручка бесполезная. Потому что, видите, пепел все равно лежит, просто лежит на колоснике. Лучше возьмите полено, подвигайте вот так пепел. Это будет, конечно, более эффективно. Во время горения вы тоже вряд ли будете это делать. Отверстия, прорези очень большие, и поэтому пепел легко сам туда проваливается. Друзья, я раскладываю дрова, и вопрос, зачем я каждый раз это делаю. Дело в том, что от того, как вы разложите дрова, будет зависеть и само горение, и тем более розжиг. Задача предельно простая. Оставить между полениями максимальное количество воздуха, чтобы он легко проходил и к щепе, и к крупным дровам. Тогда не будет проблем с розжигом. Если вы плотненько укладываете дрова при растопке, между ними воздух не идет, и печка растапливается значительно дольше и хуже. При розжиге сразу обратите внимание, чтобы все задвижки были открыты. Я сразу приоткрою дверцу зольника, и открыт шибер. Печка топилась несколько часов назад, поэтому прогревать дымоход не нужно, но если вы только-только приехали зимой, с мороза зашли в настывший дом, обязательно горелку туда направьте, потому что там, в особенно северных регионах, бывает, что и кусок льда может быть, и его приходится растапливать. Прикрываем дверь. Я не буду долго держать эту дверцу, потому что у меня-то дрова сухие, видите, схватываются они моментально. Если забыть закрыть эту дверь, то вы рискуете просто перетопить колосниковую решетку, ее нужно будет быстро поменять. Несколько раз я сталкивался со специфической проблемой этой печи, даже не сам, а заказчики. И мало того, заказчики, которые покупали эту печку где-то, пишут в комментариях, звонят, обращаются, говорят, Степан, а у нас печка дымит. Что значит дымит? Можно этой печи файрвейдача формально предъявить такую небольшую претензию. У нее действительно большая камера горения, а на выходе дымоход всего 120 диаметра. Плюс в том, что дымоход 120 диаметра дешевле, но минус, возможно, печка не справляется с большим потоком воздуха и подбрасывает дым. Но давайте обратим внимание вот сейчас на этом объекте. Я открою. И мы посмотрим, идет ли отсюда дым. Не идет. Но это на сухих дровах. Если вы топите сосной, елкой, сжигаете там старый дом, еще какую-то мокрую дичь, то обязательно будет вот отсюда лизать пламя. Вот здесь тоже немножечко лизнуло. Я точно вам скажу, что эту печку нельзя использовать с открытой дверью, но прямо потока дыма из двери я не вижу. Знакомьтесь, это Алена, хозяйка печи. Еще она хозяйка дома, и еще она очень не слабо белорусские инстаблоги. У вас самый популярный, наверное, вот по таким домам блог в инстаграме. Ну, возможно. Ну, правда. У меня огромное количество людей пришло, потому что увидели у вас эту печку, поэтому вам просто отдельный респект. Да, здорово. Алена, расскажите, пожалуйста, как вы прожили зиму с этой печкой, Что интересует нас в первую очередь? Расход дров, как быстро поднимается температура в доме, какая здесь площадь, держит, не держит тепло, держит, не держит дом или печка и так далее. Вот людям будет интересно. Печку нам поставили в сентябре месяце. Конец сентября. Середина сентября был очень холодный. Сентябрь месяц это был. Значит, прожили мы с ней, вот всю зиму мы ездили в деревню, и ночевались здесь, естественно. А дом у нас никогда не остывает ниже плюс 5 градусов. Есть такая особенность в нашем доме. Какая бы температура не была. Какая бы температура не была на улице, ниже плюс 5, плюс 4 градусов мы не видели никогда за эти вот 3 года. Вот есть у нас один секрет по этому поводу. Вот, поэтому стартуем печкой мы с плюс 5. Значит, первую закладку делаем, конечно же, ни одно, ни два. Ну, наверное, 3 полена, наших полена, не ваших вот этих вот маленьких. Сосна, елка. У нас здесь смешанные. Есть сосна, елка, клен мы заметили, может, еще какая-то осина. Ну, что-то такое вот. Делаем стартовый, значит, запуск. Штуки 3 мы делаем. Дров. Быстро ее зажигаем с приоткрытой этой дверцей нижней, чтобы она быстро схватилась. И она начинает греться. Вот топим мы ее, наверное, часа 2, подкладывая по 2-3 полена. Вот. И она где-то часа за 2 выходит на плюс 15 уже. Но из плюс 15 до плюс 20 мы дотапливаем уже спокойно. Как правило, по одному мы подкладываем нашего полена. Значит, мы прикрываем немножко ее, прикрываем внизу, прикрываем поддув на стекла и прикрываем шибер. И вот в таком состоянии одно наше бревно горит около 30-45 минут. Мы засекали специально, чтобы понимать. И вот мы 30-40 минут мы ничего не подкладываем. Ждем, пока она полностью догорит, ну, до маленьких язычков. И следующее. Вот. Зимой, конечно, в морозы приходится ее поддерживать, потому что здесь нет больше никаких источников отопления. Мы пользуемся только этой печью. Что касается того, как она греет. Ну, греет она действительно зверски, я бы сказала. Вот. У нас снизу 63 квадратных метра, сверху 63, но со скатами. Дома она нагревает нам весь. Пожалуй, только там вот в удаленных местах у нас чуть ниже температура. Температуру мы меряем вот на подоконнике здесь вот, с краешку. Зимой у нас было от 20... Я сейчас покажу. До 23 градусов. Здесь всегда. Это на подоконнике. Да, на подоконнике чуть ниже температура. 21 градус. Вот. Мы где-то вот зимой в холодные морозы около 20 у нас внизу. Наверху у нас всегда выше. Градусов на 5. При том, что вверху у нас нету тоже ничего. Вот эта печка в связи с тем, что она стоит около отверстия на второй этаж, очень хорошо идет туда в горячий воздух. И то есть она справляется с двумя этажами. У нас ни дверей, ничего нету. Как она остывает? Значит, мы никогда не ложимся спать, когда печь работает. Это как бы наш принцип такой. Вот. Мы всегда дожидаемся, пока она догорит, до красных углей, когда языков пламени нет. Тогда мы закрываем ее полностью и оставляем. И она приблизительно где-то, если мы ложимся спать в 11, то в час, в два она еще теплая. Это вот просто угли остывают в течение трех часов? Она сама остывает еще, наверное, часа два. Она теплая. Вот как сначала как батарея дома, потом... Ну и потом она так остывает. Печь, конечно, остывает. Это естественно. И дом, конечно, тоже остывает, но он остывает к утру. Здесь у нас градусов 18, но мы пользуемся двумя электроконвекторами. На эту площадь их очень мало. То есть они нам фактически только поддерживают температуру жизни. Но и дом у нас еще полностью не утеплен. То есть тут есть такие агрессии. А во сколько включаются конвектора и сколько они работают? Вот, например, зимой? Нижний у нас стоит вот тут. Он работает. Мы как только идем спать, мы его включаем и до утра он работает. Он мощностью 2 киловатта. Там нет термостата. Он просто работает постоянно. Термостата нет. Просто 2 киловатта и просто он работает всю ночь. На втором этаже мы включаем на 1 киловатт конвектор и он работает не всю ночь. На таймере он у нас включается с часу или с двух ночи в зависимости какая температура на улице. Если сильный мороз, то с часу ночи. Если, как мы осенью зимовали, зимовали, у нас он включался в 3 часа ночи, в 4 иногда ставили. Но когда ночует моя сестра с семьей, его вообще там включать нельзя, потому что жарко. Нам жарко просто спать. Тогда мы там спим без конвектора вообще на втором этаже. Конечно, эта печь остывает и к утру она холодная, но тут же важно не только нагреть дом, но еще это тепло сохранить, чтобы не выдувалось оно из щелей. Деревянные дома они достаточно продуваемые дома, если они правильно не утеплены. А все-таки вопрос о том, чтобы отопить дом, это очень острый вопрос, особенно у нас здесь, когда электричества здесь очень мало. То есть тут старые у нас еще сети идут, нам новых не прокладывали. По сути, тут, наверное, киловатт 5. И дом отопить конвекторами этот невозможно будет. Конвекторы сожрут все это электричество. А так получается, что мы подтапливаем ночью и мы не видим больших щитов на электричество. То есть мы справляемся полностью печью. Просто зимой в большие морозы мы ее держим теплую практически целый день. Мы делаем паузу в топке где-то в районе наверное с 11 до 4-5 часов мы делаем паузу, потому что мы работаем, нам тут жарко, поэтому ее не топим. Вот. И все. И потом уже с 5 начинаем топить и до 11 вот мы ее топим на таком медленном режиме. Ребята, при выборе печи на что мы с Аленой обращали внимание в первую очередь? То есть понятно, что печка для отопления, поэтому она должна быть удобна для эксплуатации. Значит, файровая дача одна из немногих чугунных печей, у которых находится довольно высоко топочная камера. То есть приседать к ней на самом деле не надо каждый раз. Вот уже для на подтопа можно просто подойти, чуть-чуть наклониться, приоткрыть дверь и подбросить дрова. Второй момент, немаловажный был, это размер дров. Вы сталкивались с тем, что не влазит что-то? Ну, тут такие дрова, что у нас есть небольшая партия, которая не влазит. Но стандартные, которые приводят лесхоз, они, хоть и впритык некоторые, но влазят, да. 45 сантиметров сюда влезает полено. Комфортно сюда 35-40 закидывается. Просто печи в такие же деньги чаще всего имеют вот такие коротыши, и это устраивает далеко не всех. Ну, и я уже говорил, что какую-то роль сыграл ящик для сбора золы. потому что он большой, он удобный, казалось, в нем можно готовить. Подробно. В нем оказалось можно готовить. Что готовили? Достаточно прикольно. Да, мы готовились картошку, запекали традиционным способом в золе. И готовили здесь мясо свинину. Единственное, что большим куском не приготовишь, приходилось резать на небольшие куски и укладывать, чтобы надо немножко закопать, потому что сверху большой жар идет, чтобы оно не перегорело. Вот, можно готовить, вполне комфортно. поэтому для нас был важный очень выбор, чтобы эта печь справилась с таким объемом. Это было основное, важное самое решение. Дом очень большой, поэтому объем здесь порядка, я считала, по-моему, по 200 кубов у нас здесь объем. Итого, фаер-вей дача в деревенском доме, старом, нельзя сказать, что очень утепленном, отапливает 200 кубических метров. Как, собственно, производитель и заявляет. Да? Да. Ну, смотрите, очень важный момент, я часто об этом говорю, для блочных домов это может быть меньшая площадь, потому что деревянные дома, стены прогреваются значительно быстрее. Масса блочных, там, каменных, кирпичных домов больше. И вся эта масса холодная, когда вы приезжаете. То есть температуру вокруг печи вы нагреете быстро, но вот эта масса, она так же быстро и охладит дом. Через несколько дней активной протопки, когда стены уже прогрелись, да, можно ее использовать. Но вот такими наездами возможно вам понадобится печка помощнее, хотя бы 12 кг. Это очень много. Если дом будет меньшей площади, то она справится. Сейчас я заложил в печку несколько поленьев для того, чтобы создать большой объем огня и показать вам возможности регулировки. Заказчики, на самом деле, возможность иметь этой регулировки почти не пользуются, потому что, вы слышали Алену, она подкладывает там всего одно, одно, максимум два полена для поддержания тепла. Тем не менее, для некоторых из вас это может быть важным. Поэтому давайте посмотрим. Я закрою сначала нижнюю подачу воздуха. Она мало на что влияет. и закрываю подачу воздуха на стекло. Видите, пламя меняется очень существенно, и печка работает на верхнем горении. То есть, воздух основной подается через камеру до жигагата. Она, напомню, регулируется, поэтому давайте посмотрим, изменится ли интенсивность, если я закрою вот этот рычажок сзади. Еле-еле. Для вас, скорее всего, это даже незаметно. Поэтому еще раз убеждаюсь, что вот эта регулировка на дожигазах, она совершенно бесполезна. А вот на что печка еще отреагирует, так это на шибер. Давайте посмотрим. И пламя сильно-сильно замедлилось. замедлилось. Для кого это? Для тех, кто говорит, а сколько она может проработать на одной закладке друг? Да много. Не знаю, на ней мы рекорды не ставили. Заказчики, наверное, тоже по продолжительности горения. Но, почему? Потому что я не рекомендую использовать режимы длительного горения. Потому что вот эти восьмичасовые там истории это очень плохо. печка, даже если может долго гореть на одной закладке дров, то эффективность ее сильно падает. Что такое эффективность? Это значит, что дрова не сгорают полностью. И то, что могло сгореть и передать дополнительную температуру на ваш дом, оно оседает в виде сажи на стекле и оседает в виде сажи на дымоходе. И это, друзья, очень опасно. особенно на 120 диаметре, если так использовать печку постоянно, быстро труба зарастает сажей, открываете подачу воздуха снизу и пламя может лизнуть эту сажу, она просто может загореться. Поэтому просто призываю вас, не пользуйтесь такими режимами. Тем не менее, даже с открытым шибером посмотрите, что печка довольно неплохо регулируется. И это довольно удивительно, потому что несколько подачи воздуха между собой никак не связаны и обычно эти печки не поддаются регулировке. Fireway дача поддается. Ну, что, здорово. Сейчас печка работает в таком режиме, в котором ее эксплуатируют сами заказчики. Они оставляют небольшой приток воздуха снизу, оставляют небольшой приток воздуха сверху на стекло, так оно остается чистым, и примерно наполовину закрывают шибер. Полено, напомню, таким образом, одно полено у них горит примерно 30-40 минут. Обобщим примерные плюсы и минусы этой печи. Значит, из плюсов. Полностью чугунная печка большой массы, которая довольно долго остывает в течение двух, даже трех часов уже после того, как погасли угли. Напомню, именно с закрытым шибером, потому что если вы его оставите открытым, то печка остынет быстрее. Печка способна отопить 200 метров кубических, но формально, если дом будет утеплен, то она отопит и 100 квадратных метров. Такие случаи есть, этот дом не единственный, где печка трудится основным источником тепла. Печка надежная, надежная именно благодаря конструкции, благодаря вот этим двойным чугунным стенкам. даже несмотря на то, что мы видим здесь следы перетопа, заказчики в общем-то не потеют по этому поводу, лопнет, ну и с ним печкой можно пользоваться дальше, просто ждать для замены следующую деталь. Напомню, что с одностенными печами такой фокус не пройдет, пользоваться ими скорее всего до замены просто нельзя. Ну и самое важное это цена, потому что в эту цену чугунных печей с такой массой, с такой мощностью сейчас в общем-то нет, нет альтернатив. Есть печки дешевле, но как правило это стальные печки отечественного производства с небольшой гарантией. К слову о гарантии, 5 лет дает Fireway гарантию на эту печку и я думаю, что нет проблем. И с запчастями кстати нет проблем. Ну во-первых я держу на складе большое количество этих печей, обычно не мучаю своих клиентов, то есть вот этими длинными заказами запчастей, если у меня печка стоит на экспозиции я легко снимаю детали дальше уже с производителем или с поставщиком разбираюсь. Ну и склад у поставщика огромный там 200, 300, не знаю, 400 наверное печей этих есть всегда в наличии поэтому поменять какую-то деталь нет проблем. Что менять вам нужно будет и необходимо это шнуры время от времени да и все и наверное колосниковая решетка это такой самый нагруженный элемент. Так с плюсами все греется стоит относительно недорого дрова облезают большие все с ней классы даже регулируется сносно. Из минусов несколько раз прям вот несколько человек мне говорили что их страшно раздражает что печка может поддымливать и на чуть сыроватых дровах это да действительно так здесь в этом доме никого не раздражает не напрягает если будет там небольшой подброс дыма то случается это только при розжиге ну и запомните что печку эту использовать с открытой дверью конечно нельзя то есть для кого это важно приезжайте я просто подберу вам какую-то другую печку второй условный минус это небольшое стекло то есть печка большой мощности большой массы но стекло не очень большое не очень большое зато чисто опять же если нужны печки чугунные с большим стеклом обращайтесь у меня прям большой выбор есть в магазине еще один условный минус в этом бюджете редко бывают такие печки но хотелось бы чтобы была всего одна или две регулировки но это уже модели выше класса но вообще современное устройство печи идет именно к этому чтобы все перепускные механизмы стояли уже внутри и производитель сам это все предусмотрел а не заказчик у себя на месте экспериментировал и по этой же причине так как есть несколько подач воздуха они между собой не взаимосвязаны печку невозможно подключить к внешнему воздуху для тех кто не в курсе не в теме воздух какие-то печки берут из помещения как фаервей дача и есть модели которые могут воздух для горения брать извне это важный момент и я уже извините много раз обещал снять обзор по поводу притока внешнего воздуха это важная тема это нужная вещь и в некоторых домах она прям необходима она позволяет не выжигать воздух из помещения то есть не так душно немножко легче дышится в помещении с работающей печкой но самое важное когда печка подключена к внешнему воздуху то минимален эффект опрокидывания тяги такое к сожалению в домах случается что печка начинает работать как приточка например герметичный дом печь вытягивает 30-60 метров кубических воздуха выкидывает их на улицу если нету приточки нет нормальной вентиляции в доме то именно печка начинает работать как приточная вентиляция и тогда со всех щелей может в помещение повалить дым у бюджетных печей практически не бывает такой функции там бюджет уже другой давайте посмотрим на температуру печи да я говорил вам что чугунные печи прогреваются 300-400 градусов посмотрите что огонь ну не самый интенсивный бывает что используют печку жестче гораздо и тем не менее на боковых стенках температура смотрим 300-335 на выходе из трубы посмотрите вот этот самый первый элемент 370-380 конечно речь не идет у КПД 82% это не печка плохая это просто я вас призываю не верить всему что написано в паспортах а вот давайте посмотрим на защитный экран и вот его температура видите не на 70 градусов а прилично более чем на 150 градусов ниже то есть он существенно снимает температуру и печку можно устанавливать ближе я думаю что на вас подписаны вот как раз люди которые тоже покупают деревенские дома участки восстанавливают которые имеют дома в общем отличное решение фаер алены хорошо если что да там какие-то каверзные вопросы потому что бывают люди говорят да вы ерунду говорите да невозможно отопить и так далее которые не верят короче вот живой человек я чувствую у нас будет поток из желающих уже люди просятся смотреть ну если не лень то показывайте мне от этого только плюс виновник этой печи здесь я ее вам можно сказать насунул потому что вы шли в общем за другой печкой да но нет в той печке вы привели правильный аргумент с нашими деревенскими дровами мы бы в нее просто не влезли мы за маленькой шли помните той красивенькая очень очень красивенькая печь но туда надо такие вот ну и на ваши дрова вот эти кукольные надо да колени горят если кто-то думает что мне тут здесь очень жарко греет да здесь очень жарко здесь в принципе вот эта зона из плитки она даже маленькая вот вы нам сказали сделать такую даже надо больше она очень сильно греет так смотрите так как высоко находится топочная камера если печка работает долго если она работает интенсивно то 40 сантиметров перед печкой не хватает расстояния если у вас деревянный пол там дальше планируется то ну 50-60 сантиметров перед печкой будут точно не лишними Алена огромное вам спасибо за ну вы в общем в том числе сделали эту печку популярной в белорусском пространстве так что ну и честно говоря нам даже не стыдно за это печка действительно рабочая я думаю что ну мало таких печей найдется которые так будут отапливать хорошо дом поэтому мы не стесняемся совершенно в этом бюджете немного печей много но в этом бюджете и правда чуть-чуть да поэтому мы говорим всем рассказываем и всю зиму рассказывали показывали мы очень довольны в принципе мы и вам большое спасибо что вы нас на нее навязали а не ту и да то что она высокая закладывать дрова здесь значительно удобно это мы тоже прочувствовали так что и вам тоже спасибо за такой удачной рекомендацию супер ребята вы когда обращаетесь вот просто будьте готовы что я ваш выбор сразу поставлю под сомнение и предложу скорее всего какую-то другую печку и не обязательно дорогую не стесняйтесь сразу говорить о каком бюджете для вас комфортном идет речь во всех бюджетах можно подобрать классное достойное оборудование ну и какая печка подойдет конкретно вам Степан знает всем счастливо пока субтитры